Магическое время наступает нам на пятки, и мы, конечно же, говорим про Хэллоуин. Так уж вышло, что наша любимая вселенная не всегда отмечает этот праздник, и возникает резонный вопрос. А как обстоят дела в этом году? После завершения TI американской компании нужно время на передышку, ну а конкуренты не дремлят и наполняют свои проекты хэллоуинским контентом. От этого нашему комьюнити становится обидно, и самый популярный вопрос на форумах не про дату выхода Марси, а как раз таки о появлении Дайртайда, либо же его аналога. В ближайшие пару минут мы постараемся ответить на все эти вопросы, и детальным образом коснёмся грядущего ивента, или как называть другие события. Пожалуй, начнём с того, что я поспешил, говоря о середине ноября, и выход обновления может состояться гораздо раньше. Прямо сейчас разрабы ковыряются в клиенте, и все их ковыряния отображаются на гитхабе и стимдб. Строки кричат, что новый патч уже тестится, и это добрый знак. Мех Арена – это первая мобильная игра, действительно передающая атмосферу консольных и ПК-шутеров, в которые нам так нравится играть с друзьями. Это тактический командный шутер 5х5, где возможность запросто разулечься идеально сочетается с увлекательным соревнованием. Игра взяла самое лучшее от киберспорта. Переходите в ангар, выбираете меха, выбираете на него скин, подбираете оружие, и начинайте матч. Скиллы и небольшая практика позволяют выстраивать те самые эпичные комбинации. Мне больше всего понравился режим с маяками, и вот пару советов. Постарайтесь как можно больше захватить точек, желательно три. И вот вам небольшая фишка – стреляйте поочерёдно, сперва левым оружием, а затем правым. Это куда эффективнее, чем одновременно. По сравнению с другими аналогами, мех Арена многогранна, и разные стили боёвки – прямое подтверждение. Ну а прямо сейчас в игре проходит множество событий, и так будет в течение всего месяца. Вы сможете получать потрясающие ежедневные награды, и спробовать кучу классного оружия, в том числе самое популярное новое оружие в мех Арене – диск лаунчер. Вдобавок ко всему, нас ждёт множество специальных мероприятий на Хэллоуин, в которых можно принять участие, и несколько особых скинов, чтобы отметить этот праздник на Арене. Игра совершенно бесплатна на Android и iOS. По моей ссылке в описании или QR-коду на экране вы можете получить скин Forest Digital, 200 А-коинов, 10 тысяч кредитов. Разработчики крайне дружелюбны к новым игрокам. Ссылка будет в описании, и пишите в комментах, зашла ли вам игра, и увидимся с вами на просторах мех Арена. Слухи о 731 абсолютно разные, начиная от удаления ванпостов и возвращения шрайнов, заканчивая новыми предметами, которые можно вытащить уже сегодня. Как только появится больше конкретики, я обязательно выйду на связь, а пока просто успокоить зрителей, что работа ведётся, и всё нормально. На экране вы видите, сколько раз изменялась версия тестового клиента. Понятное дело, они залочены, и посмотреть детали мы не можем. Но интересно здесь другое, так называемое параллельное тестирование. К сожалению, мы можем строить только догадки, что же там творится. Может в первом как раз таки тестируется ивент, а во втором новый герой Марси. Едем далее. Steam объявил о распродаже на Хэллоуин с 28 октября по 1 ноября, и здесь наши ребята зашевелились. Такая акция проходит каждый год, но нас это интересует, конечно же, в контексте обновы. Кто-то может назвать это недержанием или просто хотелкой, однако это не совсем так. У игроков хорошая память, и они прекрасно помнят, как прошлогодний Дайр Тайт появился как раз таки 29 октября. Для активных фанатов это не стало сюрпризом. Сливы ивента показались за пару месяцев, и оставался последний вопрос. В какой день? Примерно такие же расклады и сегодня. Давайте я перечислю, и в конце видео мы посмотрим, согласитесь вы со мной или же нет. Первый аргумент – это дата, которая в очередной раз выпадает на излюбленные деньки. Четверг, пятница. Разрабы сказали, что новый герой Марси появится в скором обновлении. Понятие, конечно, растяжимое, но это куда лучше, чем, ну, например, в ближайшие месяцы. Опираемся на прошлое восстание тьмы, которое так или иначе вышло в ожидаемые числа, плюс сюда же, как дополнение, распродажа на Хэллоуин. Теперь выворачиваем изнанку клиента, и достаем слово Мега Трэжер. С ним творится что-то совсем странное. Это слово то убирает, то добавляет, и в последний раз его снова убрали. Если бы вам сказали словосочетание Мега Сундук, о чем бы вы подумали? Я думаю, мыслишки у всех примерно одинаковые. Дайер Тайт запомнился своими ключами и полоской кейсов, что на самом деле для нас было уникально. Будь моя воля, я бы тоже прописал такую полоску наград Мега Сундуком. Это, по крайней мере, удобно. Опять-таки, прямо сейчас этого слова нет в клиенте. Может, Мега Сокровищница вообще была придумана для другого, и мы копаем не в ту сторону. На этом странности не заканчиваются. У игроков внезапно, прямо в игре появились войслайны Дайр Тайда. Сначала об этом сообщил один паренёк, а затем потянулись и другие. Пост опубликован на Reddit. Если вкратце, то в самой обычной игре появился звук конфет, когда Урса бьёт Рошана, и музыка из трейлера Восстание Тьмы. Всё это дело подкреплено видеорядами, и дабы не тратить наше время, скажем, что пользователь не соврал. К этому посту потянулись остальные, у кого точно такая же проблема. По итогу они пришли к выводу, что, скорее всего, это повреждения звуковых файлов, которые могут всплыть после небольшого обновления, абсолютно рандомным способом. Иными словами, слишком много всего творится вокруг Дайр Тайда. Поломанные звуки, мега сундук, распродажа Хэллоуин, и так далее. Эти факторы не гарантируют возвращение ивента, но в то же время наводят суету, мимо которой невозможно пройти. Мы давно пришли к выводу, что все короткометражки Valve между собой связаны. Осколки Аганима полетели в ту же сторону, куда бежала Белка, и все события происходят в одном лесу. В этом смысле, Дайр Тайт выбивается из общего фона, и, прямо скажем, у него уникальная атмосфера и мелкие пасхалки. Целый год не дают покоя эти гриволы, которые красуются то в виде чучела, то выступают держателями для котла. Таким образом, разрабы вытаскивают гриволов из зимней тематики, и, судя по всему, они пригодятся для грядущего ивента. Если поднимать всю цепь происходящего, то обращение, приуроченное к завершению лета, затронуло Смиволов, ненавистных братьев гриволов. И здесь тоже интересный момент. Нам четко дали понять, что гриволы и смиволы терпеть не могут друг друга, и, по своей сути, это две противоположности. Но в то же время, смиволов также подвязали к осеннему времени, к тому самому времени, когда братья гриволы показались восстанять мы. Это, пожалуй, все аргументы в пользу появления Дайр Тайда. Хотя к названию тоже не стоит привязываться. Может, для разнообразия назовут банально и по-простому Хэллоуин. Название Дайр Тайд это что-то теплое и родное, но, наверное, вы согласитесь, что немного оригинальности не помешает. Ситуация забавна тем, что у Дайр Тайда есть конкурент, и название ему Лабиринт Аганима 2. Все началось с открывающего месяца лета июня. Тогда и появились первые намеки на продолжение. Давайте по порядку. На Reddit появился пост, где один из игроков решил прогуляться по Лабиринту и наткнулся на нового босса. В легальное время его там не было. Зовут босса Таски Таски. Если опуститься ниже, то мы видим запись автора и путь к разделу Лабиринт Аганима 2 часть. Однако, мало ли что там написано, и без подтверждения нету доверия. Спустя какое-то время появился ПРУФ. На вашем экране то самое доказательство, и особое внимание уделите названию. Двигаем время дальше. Американцы потёрли все файлы, связанные с Лабиринтом, и через пару дней сделали Перезалив. Затем Датамайнер и друг канала Чучело публикует новые модификаторы способностей с припиской Аганимс Форд. Из свежатины мы можем вытащить Тренд Протектора, записанного как босс, составляет ему компанию Босс Шейкер и Аркварден. Если более детально знакомиться с модификаторами, то мы сможем сформировать пул героев, которые будут доступны. Из новичков это Лич, Андайен, Квиноманзер и даже Донбрейкер со своим скиллом Люминосити. Другими словами, вторая часть Лабиринта Аганима прописана вдоль и поперёк, и все эти строки появились далеко не вчера. Вернёмся к трейлерам. О тесной связи Неместис и Лабиринта сомневаться как-то даже неприлично. Как только появилось вражесостояние, мы вытащили два важнейших момента. Первое. Колонны. Ключ к разгадке. Если в первом случае там был Аркварден, то во втором Аганим произнёс пламенную речь на затемнённом фоне больно похожего на те самые колонны. Второй важнейший момент это осколки. Те самые, которые мы собирали в летнем событии. Нам всем видом показывали, что это осколки Безумной Луны, в то время как синие принадлежат волшебнику. Но сюжет говорит об обратном и что осколки Аганима могут перекрашиваться в зависимости от конкретного предмета. Самый яркий пример это тени с кристальным бруском. Там чётко сказано, что к этому древу прикасался великий и могучий Аганим. Другими словами, с осколками тоже не всё так однозначно. Ну и конечно не забывайте про Безумную Луну, которая везде плывёт по небесам и поднимает свою значимость с каждым разом. И что у нас получилось в итоге? Есть два ивента. Мне кажется, и там и там прозвучали довольно убедительные аргументы, но скорее всего появится только один. Напишите ваше мнение по поводу услышанного и какому варианту лично вы склоняетесь. Обязательно почитаю. На просторах интернета активно гуляют слухи о сезонных пропусках, которые будут приурочены к мажорам. То есть три турнира и три БП. Насколько это окажется правдой или фейком, скоро узнаем. Но у компании реально появилась большая проблема. Прайс пул. Два года они мурыжили 40 миллиончиков под кроватью и совсем недавно казна опустела. Пожалуй, TI навсегда останется главной витриной игры и главная фишка турнира ежегодно побеждать фонд. Как вы догадываетесь, есть два пути. Возвращать традиционный пропуск с тремя арканами и двумя персонами за раз или наоборот равномерно поделить шматье и весь год собирать прайс пул. В последнем случае однозначно помогут сезонные пропуски. Так банально легче нафармить. Но это так, мысли вслух. Как всегда, призываю подписываться на канал, найти лего, на группу ВК и не забывайте про колокольчик, дабы смотреть видео первым. А если вы хорошо провели время, то не поленитесь поставить лайк. Это не сложно. Надеемся на четверг или пятницу. Уже пора и мы готовы. До скорых встреч, друзья!